Красиво девочка сейчас с яблоком сидела около сена, да? Только непонятно, там это яблоко, это апельсин, это маракуйя. Ну если так кусают, что это яблоко, да. Но главное, это сам антураж, сток сена, погода шикарная. И всё ещё солнечно. И всё ещё солнечно, да. Осень вообще, птицы улетают на юг уже, в отличие от нас, мы-то здесь остаёмся. Да, журавлей, белый клин, твоя дочь и мой сын. Помнишь, 3-е сентября, день прощать. Да ладно, уже 14-е. А шуфа до сих пор во мне. На год забудь всё, через год увидимся и услышимся с этой песней. Да, журавли тоже улетают, это птица счастья, здоровья, любви и удачи у некоторых народов. В Египте вообще это была птица солнца, представляешь? И, кстати, сегодняшний день, именно день журавля. Дело в том, что наш корреспондент Виктория Лазарева находится сейчас в зоопарке. И нам расскажет, почему вообще журавли в такую погоду не улетели на юг. Вика, доброе утро. Слава Игорь, доброе утро. Эти ребята задержались, на самом деле, чтобы дать нам интервью. Конечно же, шучу. На самом деле, вот мы сейчас находимся у вольера с японскими журавлями. Этих ребят здесь довольно неплохо кормят, поют, чтобы им вообще, в принципе, отсюда куда-то улетать. Но вообще, особенность содержания этих птиц я лучше узнаю у Ирины Воронцовой, заведующая отделом орнитологии Роева Ручья. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как вообще пришедшие в похолодание переносят эти теплолюбивые птицы? Ну, журавли у нас по большей части наших широт, стерхи, японские журавли. Вообще, для птиц страшно не холод, как таковой, а когда птица не может найти пропитание. Почему, в принципе, и перелетные птицы. Наши журавли находятся вот сейчас в уличных вольерах, они чувствуют себя комфортно. Но если им что-то вот покажется прохладно или не совсем уютно, они могут в открытую дверь перейти в зимнее помещение и укрыться там от ненастья. Они вот сейчас так здорово кричали. Скажите, это у них утренняя перекличка так всегда проходит? Да, на заре, вот когда просматриваешь видеофайлы с момента гнездования, например, когда мы делаем видеонаблюдение, когда всходит солнце, у нас журавли очень красиво поют и очень красиво танцуют. Это действительно. Они прям встречают солнце. На самом деле, да, утренние, ранние такие птахи. Скажите, какие виды журавликов у вас вообще содержатся здесь? У нас содержатся японские журавли, стерхи, наши серые журавли, красавка, даурские журавли и эзотика такая, как восточно-веценосный журавль. Ничего себе, разнообразие какое богатое. Да, действительно. А вот когда журавли живут в дикой природе, они, как правило, ночуют, насколько я знаю, в воде и поджимают одну лапку. С чем это связано? Ну, они не в воде ночуют, они ночуют на всяких там кочках, на суше они ночуют. Поджимают лапу, ну, во-первых, и люди, когда стоят долго на двух ногах, они начинают переминаться. То есть, все равно животное дает передышку ноге, это нормально. А, то есть, это просто никаких таких принципиальных особенностей нет. Чем питаются эти птицы? У них развита сезонность в питании. Вот сейчас осенью, когда готовятся к перелетам журавли, они, естественно, питаются на полях, за что их не любят по большей части сельские жители, потому что они, конечно, пшеница, овес, что-то такое. Да, 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 да. Прилетают на наши посевы и жируют, как говорится, чтобы лететь дальше. А вообще они очень любят рыбу, какие-то земноводные мелкие найдут. То есть, ну, они все едные. А какие они, в принципе, вот в поведении, какие у них есть привычки, может быть, характер у этих птиц какой-то особенный? Вообще, у каждой птицы, даже у курицы свой характер, не говоря уже про журавлей. Вот каждая наша пара, они вот свой характер имеют, даже малыши журавли, у каждого уже видно свой характер. Естественно, в период гнездования, когда они строят свое гнездо, это весна, самцы очень агрессивны, они выгоняются своей территорией. Когда мы работаем с работниками, я всем объясняю, что мы должны показать, что самец нас выгнал с территории. То есть, мы должны ему показать, что он молодец, он главный, он защитил свою территорию. И мы отсюда убегаем от него. Да, мы ретируемся с его территорией. Вот, это, во-первых, его поднимают в глазах его самки. Ничего себе. Да, то есть, вот такой вот... Вот надо подыграть, оказывается. Да, да, да. Какие интересные птицы. Скажите, а вот вообще, вот вы заходите сами тоже, в том числе, в вольер, они как-то к вам особое внимание проявляют? Они вас уже знают, наверное, хорошо? Они нас знают, знают хорошо, знают в лицо, знают по голосу. И, соответственно, к нам они относятся по большей частью, вот, когда период гнездования, они к нам как агрессорам относятся. То есть, мы вторгаемся на их территорию. А в другие периоды? В другие периоды они индифферентно к нам относятся. То есть, ну, абсолютно никак. Спокойно, нейтрально. Вы их кормите, они вас любят, в принципе. А с кем они уживаются? Журавли. Они индивидуальные птицы, и у них очень большая территория в природе, на которой они должны находиться. Поэтому, как правило, ни с кем они не уживаются. Даже создать пару бывает очень тяжело. Чем мы гордимся, что у нас живут парами и еще и размножаются журавли. Я, насколько знаю, журавлей кормят, как младенцев, строго по часам. С чем это связано? Малышей. Малышей. Кормят по часам, да. Потому что каждые два часа должен малыш получать свежую порцию еды. Это связано с особенностями пищеварения, чтобы у нас не было никаких кишечных инфекций, никаких отравлений и так далее. Ну и у меня вот последний такой завершающий вопрос. Спасибо вам большое на самом деле. Очень красивые птицы. Спасибо, что вы за ними ухаживаете. Так классно. Почему миру фауны необходим международный день журавля? Как вы думаете? Я думаю, чтобы привлечь внимание людей к проблемам сохранения этих прекрасных птиц. Существует действительно серьезная проблема. Большая, очень серьезная проблема. Такие, как стерхи журавли. Это просто наша гордость, потому что они эндемики. И, к сожалению, бывает так, что когда мы здесь выращиваем, у нас есть питомники специальные для выращивания стерхов. И когда их выпускают в природу, очень, к сожалению, в некоторых странах их до сих пор стреляют. Поэтому я думаю, что обязательно нужны эти дни, эти праздники, чтобы люди узнавали, что есть такие животные, и они нуждаются в нашей защите. Действительно, на самом деле, важный праздник. Спасибо вам огромное. Я напомню, мы общались с Ириной Воронцовой, заведующей отделом орнитологии Роева ручья. Ребята, Слава, Игорь, скажите, пожалуйста, а удавалось ли вам когда-нибудь слышать журавлиную песню? Так, а мы только что у тебя на включении слышали журавлиную песню, как-то, вот этот, какой-то странный, как клаксон. Давай, у тебя получается. Странный какой-то звук, а язык, как клаксон такой испорченный. Журавлиная песня. Своеобразный голос. Ну, я не знаю, если это у журавлей песня, то, в принципе, Эл-Джей неплохо себе так звучит. Я не слышал, честно говоря, мне не с чем сравнивать, я только журавлей слышал. Ну, да, да, возможно, я с Суперстаром уже выяснил.